Площадь Синтагма Площадь Анакторон Площадь получила свое название благодаря народному восстанию, поддержанному армией. В 1843 году восставшие, собравшиеся у королевского дворца в Афинах, добились от короля Оттана Баварского принятия Конституцией. Так образовалось государство, в котором появились законы. Говорят, что демократия немного дальше не только здесь. Создание воли – это символ монархии в прошлом и демократии в настоящем. Меняется эпоха, а площадь пишет историю вместе с людьми, которые хотят лучшего для своего будущего. Площадь Синтагма помнит Элифтерия Венезелоса. Памятник неизвестному солдату был построен в 1832 году напротив здания парламента. Площадь Синтагма окружена главными зданиями столицы, такими как парламент и министерство. Она находится почти рядом со всеми историческими местами города и является политическим и общественным центром современных Афин. На площади возвышается величественный бывший королевский дворец, который является зданием парламента Греции с 1929 года. Этот дворец построен немецким архитектором Фридрихом фон Гертнером в период с 1836 по 1847 год. Специально для короля Греции Отона Баварского. Это большое здание также называют Старым дворцом. В 1909 году здание поднялось серьезному пожару и греческие короли в нем больше не проживали. Во время Второй мировой войны дворец использовали как госпиталь. На площади расположен также памятник неизвестному солдату, у которого каждый час проходит смена караула эвзонов. Слово «эвзоны» буквально означает «хорошо подпоясанный». Эвзоны славятся своей традиционной униформой, в состав которой входит следующее. Красная шапочка со свисающей черной кистью, белая рубашка и черный жилет, богато вышитый белыми и золотыми нитями. Белая юбка со складками. Каждый год 25 марта в день независимости Греции, освобождения от Османского ига, здесь проходит военный парад. На площади существуют и другие зрелища. И самое простое и типичное для всех туристических городов – это выступления уличных артистов. Здесь также проходят забастовки и митинги. Их в Греции достаточно много. Часто они проходят возле здания парламента, где как не на демонстрации можно почувствовать, что такое настоящая греческая демократия. Проходит на площади Синтарма и смена почетного караула. По праздникам и воскресеньям проходят особенные большие смены караула. Музыкальным ансамблем и большим количеством лиц, участвующих. До 120 гвардейцев могут участвовать в смене караула. При ходьбе гвардейцы эвзоны издают необычные звуки. Каждый ботинок эвзона весит 5 килограмм. Подбит 120 гвоздями. И все ради этого звука. Гвардейцев суда отбирают от 1,87 сантиметра в рост. И только в отличной физической форме. Форма греческих гвардейцев это юбка, шерстяные чулки, рубашка, жилет и фарион. Во всей этой амуниции не только нужно сдать, принять пост, но и стоять на греческой жаре, которая летом поднимается выше 45 градусов. Все мероприятия длятся 10-15 минут. Во время рождественских праздников на площади Синтарма выставляется новогодняя елка, которая самая большая в Европе. До встречи!